Продолжение следует... 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 Облучение классическое, фракционированное всего объема головного мозга, которое может давать эффект при более радиочесветных опухолях, при меланоме фактически дает эффект на уровне симптоматического лечения. Медианная выживаемость не превышает 4 месяцев в самом хорошем варианте. При этом мы получаем весь набор осложнений, прежде всего нейрокогнитивных осложнений, которые также уже через 4 месяца появляются у этих пациентов и ухудшают им качество жизни. Если посмотреть в историческом аспекте, то мы видим, что эффективность облучения всего объема головного мозга была низкой в 80-е годы, так же оставалась низкой в 90-е годы и осталась такой же низкой и теперь. Причем отмечается снижение интереса, если смотреть на количество работ к этому методу лечения. То есть это чисто палеотивный метод, который выживаемость пациента продлевает малым. Другое дело – стереотоксическая лучевая терапия, которая уже может внести вклад в выживаемость пациентов. Какие у нас есть принципы, возможности для стереотоксической лучевой терапии, если говорить про головной мозг? Это аппараты типа гамма-нож, но вот так, чтобы не вдаваться в подробности. Это аппараты, которые обладают высокой точностью, которые в таком рутинном исполнении позволяют проводить радиохирургические процедуры, то есть лечение за одну фракцию только. Фракционированное облучение для них не предусмотрено. И, значит, есть ограничения существенные по размеру метастазов. Зато можно облучить достаточно большое количество метастазов. Ну, последнее, что я слышал, кто-то облучил 250 метастазов радиохирургические. Не знаю, есть ли смысл в таком экстремизме, но по крайней мере 15 метастазов можно совершенно спокойно на этом аппарате облучать. Значит, и вторая разновидность аппаратов – это линейные ускорители, которые не предназначены для облучения большого количества метастазов, но зато они предназначены для лечения метастазов неправильной формы метастазов относительно большого размера, потому что они имеют ноголепестковый коллиматор и фиксацию неинвазивную, и можно проводить фракционированную лучевую терапию не обязательно. Это должна быть радиохирургия. Но вот облучить больше 3-5 метастазов уже сложно. Хотя, на самом деле, все эти различия между аппаратурой постепенно сходят на нет, потому что уже появились и гамма-ножи, в которых можно фракционировать дозу, и программное обеспечение для ускорителей, которое тоже позволяет облучать достаточно большое количество метастазов. Но вот эти классические показания к радиохирургии вы уже сегодня видели, поэтому я на них останавливаться не буду. Но оказалось, на самом деле, что если мы уже беремся за облучение 4-х метастазов, то по показателям выживаемости пациента, у которых было 4 метастаза, и пациента, у которых было 10 метастазов, и которые подверглись радиохирургическому лечению, они имеют одинаковую выживаемость. Да, при одиночном метастазе выживаемость выше, если его больше, чем один, то здесь уже, в общем-то, все равно. Поэтому, если есть техническая возможность облучения больше метастазов, ну, по крайней мере, в этом исследовании было 10, и, в общем-то, пациенты получали лучевую терапию на все эти 10 метастазов. Технические возможности сейчас расширяются. Ну, вот так вот выглядеть может план лучевой терапии при использовании специального программного обеспечения для линейного ускорителя. Ну, на гамма-ноже это тоже будет выглядеть схоже. Значит, ну, здесь что надо понимать? Если мы беремся за облучение большого количества метастазов, мы должны понимать, что да, общая выживаемость пациентов у нас будет относительно одинакая, но вот вероятность того, что возникнут новые метастазы в головном мозге, она все-таки, чем больше метастазов было изначально, тем она выше. Вот вы видите, если смотреть на вторую строчку меланомы, то если мы облучали до трех метастазов, то вероятность того, что в течение полугода ничего в головном мозге не возникнет, где-то там приближается к 60%. А если мы облучали уже на первом этапе большее количество метастазов, то эта вероятность чуть-чуть превышает 30%. То есть, здесь надо понимать, что если мы начинаем лечение множественных метастазов, скорее всего, мы получим еще дополнительное появление этих метастазов. Другая проблема – это размер метастаза. Если мы имеем дело с метастазом меньше 2 см, мы можем подвести однократно дозу порядка 24 грей и рассчитывать на довольно приличный локальный контроль. Если же мы имеем дело с метастазом больше 3 см, то доза у нас всего лишь 15 грей, и для меланомы такого воздействия, скорее всего, для устойчивого локального контроля, недостаточно. Но здесь можно посмотреть, что, в принципе, длительный локальный контроль коррелирует с подведенной дозой. Зависимость, конечно, нелинейная, но она явно прослеживается. Что же делать с крупными метастазами? Значит, два основных пути – это либо комбинированное лечение, когда нам помогают нейрохирурги или мы им помогаем, тут сложно судить, и возможности фракционированной лучевой терапии и ее, в некоторой разновидности, стажированной лучевой терапии, когда между фракциям делался большой перерыв для реализации эффекта. Но вот если говорить о хирургическом лечении крупных метастазов, то, конечно, после них при меланоме крайне желательно облучение ложе опухоли стереотоксической. Это повышает локальный контроль именно в месте операции. Хотя, конечно, на частоте метастазов в других частях головного мозга это не сказывается, что, в общем-то, логично и понятно. А вот что касается облучения всего объема головного мозга, то при меланоме тоже оно не сказывается на частоте появления метастазов в других частях головного мозга, к сожалению, но существенно сказывается на нейрокогнитивных способностях пациента, которые связаны не только с проводимой лучевой терапией, но и, конечно, и с операцией, с наличием самих метастазов. Но по сравнению со стереотоксическим облучением мы видим, что практически пациенты, подвергшись облучению всего объема головного мозга, нет таких пациентов, которые бы не получили нейрокогнитивных нарушений. Что касается фракционированного лучевого лечения, то здесь тоже разные режимы могут применяться, но здесь тоже надо понимать, что мы действуем в определенных рамках. Вот, например, если мы используем три фракции по 8 грей, мы получаем такой средненький локальный контроль, но практически не имеем осложнений тяжелых. Значит, если мы дозу увеличиваем, локальный контроль нарастает, но уже появляется и какой-то процент осложнений. И, наконец, если мы пытаемся дозу дальше эскалировать, локальный контроль у нас уже не меняется, растет только количество осложнений, причем экспоненциально. Поэтому здесь тоже надо знать меру, что называется. Ну, не могу не сказать, что, в общем-то, самостоятельное радиохирургическое лечение метастазов меланомы, оно тоже не шибко эффективно, так бы я сказал. Конечно, это существенно лучше, чем облучение всего объема головного мозга, но мы видим, что медиана выживаемости, она, в общем-то, такая не очень большая. Здесь специально собраны такие не очень свежие исследования за период, когда у нас не было фактически эффективной лекарственной терапии меланомы. И вот что мы видим, что, ну, в лучшем случае медиана выживаемости 10 месяцев у этих пациентов. И мы видим, что, в принципе, эффективность радиохирургии при метастазах меланомы, она ниже, чем при других опухолях. Другие опухоли здесь, это прежде всего немелкоклеичный рак легкого и рак молочной железы, которые вместе с меланомой образуют троицу основных причин метастазов головной мозг. Другие опухоли, конечно, тоже все это могут давать, но вот в статистику вносят основной вклад именно эти три локализации. А вот если мы посмотрим на исторический аспект, если вы видели, что облучение всего объема головного мозга как было неэффективно, так и осталось неэффективно, то здесь мы видим, что почему-то пациенты, которые подвергались радиохирургическому лечению после 2015 года, почему-то у них выживаемость лучше, чем у тех, кто подвергался лечению до 2015 года. Что же такого в этот период произошло? А вот здесь как раз в широкую практику стали входить методы современной лекарственной терапии и прежде всего иммунотерапии. И вот если мы посмотрим на любые возможные комбинации, которые могут использоваться при лечении метастатического поражения головного мозга, при меланом мы видим, что мы видим фактически два пика. Это иммунотерапия в сочетании со стереотоксической лучевой терапией и таргетная терапия, также в сочетании со стереотоксической лучевой терапией. Что касается иммунотерапии, то довольно большое количество работ показали, что сочетание иммунотерапии с радиотерапией действительно лучше, чем одна только радиотерапия. Естественно, речь идет о стереотоксическом облучении. С другой стороны, было показано, что и это сочетание лучше, чем одна только иммунотерапия тоже. И также таких работ немало. То есть эта комбинация с обоих сторон выгодна. При этом, если посмотреть на этот слайд, видно, что пациенты, которые подвергались локальному лечению, они жили лучше, чем пациенты, которые подвергались только лекарственному лечению. То есть вклад локальных методов лечения, он, безусловно, существует. Вот, пожалуйста, другой вариант. Этот слайд мне больше нравится. Здесь пациенты с небольшим количеством метастазов. Те, которые подвергались стереотоксической лучевой терапии, и те, которые не подвергались. Мы видим, что явно выживаемость лучше у тех, но они, конечно, все подвергались и также и лекарственному лечению одновременно с этим. При этом показано, что, в общем-то, риск осложнений при сочетании лекарственной терапии в виде иммунотерапии с радиохирургией, он не сильно возрастает. В большинстве работ он вообще достоверно не возрастает. В некоторых он возрастает в пределах 5%. И, конечно, здесь важна очень последовательность, когда мы сочетаем иммунотерапию с радиохирургией. Показано, что одновременное применение наиболее эффективно. Пациенты получают наибольший выигрыш от такого лечения. Если лучевая терапия предшествует иммунотерапии, пациенты тоже получают существенный выигрыш. А вот если в обратном порядке, то этот выигрыш будет минимален. Что касается сочетаний иммунотерапии с радиохирургией, то тоже было показано, что эффективность достаточно высокая. Вот видите, здесь медианная выживаемость 13 месяцев, одногодичная выживаемость год, даже 64% одногодичная выживаемость. Это высокие показатели для лечения миланома. Но, к сожалению, при сочетании с таргетной терапией мы получаем также и рост токсичности. Причем токсичности достаточно серьезные в виде радионекрозов головного мозга. Поэтому на время проведения радиохирургии таргетную терапию принято прерывать, если действительно есть нужда в радиохирургическом лечении. Для головного мозга это меньше выражено. Скажем, при сочетании таргетной терапии с стереотоксическим облучением легких возникают очень серьезные пульмониты, от которых пациент может совершенно спокойно погибнуть. Радионекроз – это не всегда фатальное осложнение, но это осложнение очень серьезное. И вот в завершении я бы хотел показать вот этот слайд. В чем его суть? Видите, вот эти маленькие пенечки – это тот шанс пациента на более-менее длительную выживаемость, если он лечится у одного доктора одним методом, так будет правильнее сказать. И вот эти более-менее приличные ростки – это в тех случаях, когда с ним работает мультидисциплинарная команда, и он получает все возможные опции, которые у этого пациента возможны. Конечно, медиана выживаемости на уровне меньше 20% – это не те результаты, которые можно назвать феерическими, но в этой неблагоприятной группе это большое достижение. По сравнению с выживаемостью 2-4% – это, конечно, большой плюс. Поэтому, конечно, это работа мультидисциплинарной команды. Одной лучевой терапии здесь недостаточно, так же, как и одной системной терапии, так же, как и одной нейрохирургии. Спасибо.